Выдаю страшную некимную тайну. Голосовать буду за Михаила, как его там бишь по батюшке Рохорова. Понимаю совершенно четко, что трудно ему будет, вернее уже наверное нелегко. Ну вот я вот что-то так подумал, там из тех двух кандидатов он мне как-то милее. Что тут добавлять? Что хотел бы услышать? Посоветуй. Просто я бывал в тех местах, где я его до сих пор поминаю добрым словом. В этих местах работал соцкульпт-быт, в этих местах улыбались дети, в этих местах что-то работало. Теперь, когда из бизнеса в некоторых местах, в данном случае из Норильска, там еще есть какие-то вещи там выдавили, я просто поддерживаю отношения с некоторыми людьми, которые до сих пор там работают. Ну в общем жопа на и жопа. Вот так собственно. То есть вот отдам свой скромный чахлый голос за Михаила Борисовича. Кто? Господи, какой же боскетболист? В общем отдам свой чахлый голос за замечательного баскетболиста. В общем этот, ничего не имею против Путина, но я не хочу, чтобы мой голос был за него. Я хочу за... Просто долго лет нам вбивали в голову, что... Вот это собственно то, о чем я хотел сказать на митинге, но так и не сказал. Долго нам вбивали в голову, что нам нужен небожитель, который думает в категориях космических категорий, глобально, в мировом масштабе. А я считаю, что нашей стране нужен достойный менеджер, который понимает цели, задачи, умеет воспользоваться механикой происходящего. То есть вот это должно работать вот так, это работать вот так, а вот этот, сука, должен перестать брать и воровать. Вот и собственно ничего больше такого не надо. А богов, небожителей мы уже избирали массу раз. Мы их видели, мы понимаем, чем это заканчивается. В общем, друзья мои, я почему-то сделал свой выбор за Прохором. Все. Спасибо большое. Там нарежешь что-нибудь. Конечно.